А теперь городским новостям. Конкурс социальных инициатив «Мир новых возможностей» – это замечательный старт для всех горожан, кто хочет, а главное, готов воплощать свои идеи в жизнь. В начале года были подведены итоги конкурса социальных проектов – благотворительные программы «Мир новых возможностей». Проект «За дело» Центра семейного чтения вошел в число победителей конкурса в номинации «Нимполис». И сейчас я хочу задать несколько вопросов руководителю проекта, волонтеру библиотеки Илье Маслова. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня очень задела идея вашего проекта, связанная с волонтерством. Подскажите, пожалуйста, кто может стать волонтером вашего проекта? Волонтером может стать абсолютно любой человек. Самое главное, чтобы у него было доброе и открытое сердце, и чтобы у него была и возможность, и желание помогать другим людям. Я подскажи, пожалуйста, как у тебя возникла идея написать проект, связанный с волонтерством? Вы знаете то, что я неоднократно и не первый год уже участвую в различных городских мероприятиях. И в связи с накопившимся опытом я решил проверить свои силы со своей командой, со своими сверстниками, друзьями, которые мыслят так же, как и я. В данное время большинство моих сверстников просто-напросто зависают в интернете, ничем не занимаясь, ничем не интересуясь. Пока я бессмысленно листаю на мостную ленту, за это время я могла бы помочь людям, которые нуждаются в этом. Пока я играю в онлайн-игры, я могла бы помочь бездомным животным. Пока я залипаю за компьютером, я могла бы сделать город чище. Илья, подскажи, пожалуйста, чем будет наполнен ваш проект, какие мероприятия планируются? Наш проект будет наполнен различными тематическими площадками, где состоятся различные яркие, интересные события. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ты хочешь стать волонтером? Тогда присоединяйся к нам, летом тебя ждет эстафета добрых дел. Добро не уходит на каникулы. Найти новых друзей, чтобы двигаться вперед. Стать уверенным в себе. Помочь другим и самому получить хорошие эмоции. Реализовать в дальнейшем свои собственные проекты. Быть волонтером – это прекрасное занятие для любого энергичного человека. Ведь волонтер – это супергерой. Только без сказочных возможностей, а с реальными темами. Я вам желаю удачной реализации проекта. И пусть как можно больше ребят вступит в вашу дружную волонтерскую семью. Вступай в нашу команду. Смело стань волонтером проекта «За дело». Когда мне предложили принять участие в качестве партнера в проекте «За дело», я с удовольствием согласилась. Потому что проект очень интересный. А самое главное – он направлен на развитие волонтерства. Волонтерство – это, конечно, очень благородная миссия. Но мне хотелось бы обратиться к ребятам и сказать очень важную вещь. Что в этом деле важно найти, как говорят, свое и своих. То есть среди множества проблем, будь то уход за пожилыми людьми, или забота о, скажем, экологии, или о животных, нужно найти именно то, что зацепит до глубины души. И, естественно, найти того человека или группу людей, которые вас поддерживают. Что касается меня лично, то я действительно много лет назад нашла такое дело и посвятила ему большую часть своей жизни. Но самое главное, что эта работа, те проекты, которые были в течение многих лет, они бы не осуществились, если бы не нашелся тот важный, нужный человек, который в свое время поддержал эту инициативу. Я говорю о Ольге Викторовне Журбе, которая на тот момент работала начальником отдела по делам молодежи. И время показало, что это не просто человек, который поддержал в нужную минуту проект, а стал на протяжении многих лет его партнером и единомышленником. Вот это, наверное, очень-очень важно. Очень коротко хотелось бы сказать о волонтерском движении в нашем городе. Я стояла у Истокова, могу, наверное, с полной уверенностью об этом рассказывать. Дело в том, что волонтерское движение в Мончегорске зародилось еще в конце 90-х годов, опять-таки, благодаря Ольге Викторовне Журбе. И тогда это было целое движение. У нас даже была такая общественная организация, называлась «Наше время». Ну, время идет, все меняется. И вторая волна, можно сказать, вот эта, скажем, проектная деятельность волонтерского движения началась с того момента, как Кольская гормонатологическая компания предложила свою программу мирных возможностей. Это действительно дало возможность не только общественным организациям, но и многим учреждениям заявлять свои очень интересные инициативы. А главное, что эти инициативы направлены на развитие, в том числе, и города нашего красивого, нашего города Мончегорска. Поэтому я считаю, что тот ваш проект, тот наш, я бы сказала, проект, имеет, наверное, шансы успешной реализации. И я, пользуясь той, чем хочу поблагодарить, что среди своих, вот кого я нашла, это был также и Центр семейного чтения, потому что мы сотрудничаем много лет, уже более 30 лет, реализовали не один проект, сотни мероприятий. И я уверена, что и этот проект, который называется «За дело», также будет успешно реализован. Я думаю, что вместе мы это сделаем.